Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы разберем вот этот вот джемпер, жилет. Вообще-то его называют кто как хочет, кто джемпер, кто рукава. Ну, в общем, рукава, да? Наверное, скорее всего, это просто рукава с горловиной, да? Скажем так. Девчонки, назовите мне, пожалуйста, правильно эту вещицу в комментариях. Вот. И разберем необычную чуть-чуть модель. Она от Зары, но ее уже на страничке нету. Вот я ее сейчас показываю. Очень много бродит в интернете вот этой вот модели, у которой спина открыта, только горловина, узкая полоска к рукавам. Вот. Но я вам предлагаю, девчонки, почему вы поймете по ходу ролика, вот послушайте меня, послушайте до конца, это буквально 5 минут ролик будет, потому что тут и рассказывать-то нечего. Я предлагаю вот именно такую модель. Почему? И именно для начинающих вязать проще простого, потому что та с открытой спиной, она слишком заумная. Правда, как для новичков заумная. А вот эта вот очень простая. И сейчас я вам это докажу. Расскажу. Ляжется она от одного рукава к другому. Можно как бы делать в нескольких вариантах. Сейчас я вам все озвучу. Первое, что вы меряете, вот эту длину. Здесь у нас, если брать, что здесь уже ручка, то вот меряйте с запахом. Вот если вот так вот, либо с опущенными руками меряйте, либо, если кто-то на вас меряйте, либо вот с вытянутыми руками, ну вот отсюда. Да, чтобы потом, если при опущенности рук, опущении рук, был как бы захват, зазор. То есть, чтобы потом у косточек вот так вот не было, что я не очень-то люблю. Значит, вот эта вот ширина вам нужна. И это будет длина всей детали, потому что вязать мы будем отсюда-сюда. Вот. Здесь у нас по центру идет сгиб. Это ориентировочно. Я рисую, что это обе части. Далее. Что нам нужно измерить? Ширину рукава. Но мы можем сделать рукав зауженным. Вот так вот сам рукав. Это по предпочтениям вашим. То есть, если вы хотите зауженный рукав, то вы меряете рукав вот здесь вот. То есть, вот так вот. Неправильно нарисовала. Вот так вот будет. Вот. Если рукав зауженный. И плюс еще меряете длину отсюда-сюда. То есть, сколько вы хотите длину этого топа. Вот. И здесь вот будет эта длина топа. Она одна и для первого, и для второго варианта. То есть, если второй вариант с широким рукавом, то у вас вот эта часть соответствует вот этой вот части. Ой, не видно вам, наверное. Опять не обратила внимания на камеру. Вам опять не видно. Значит, если у вас... Прошу прощения, девчонки. Я думаю, я еще ничего не потеряла. Значит, если у вас широкий рукав, то у вас вот эта вот длина от плеча вниз. Вот она. И вот она. То есть, здесь набирать нам нужно две вот эти вот длины. Потому что здесь у нас будет одно полотно. Если же у вас узкий рукав, то вы вот эту окружность кисти определяете сюда. Вот. И добавляете недостающее количество петель. Ну, как классический рукав, да, при вязании. Вот. То есть, здесь мы набираем петли и вяжем до середины, до горловины. Вернее, не довязываем. Здесь мы будем делать горловину. Вот до начала горловины мы вяжем. При этом добавляем петли на расширение, как бы, детали. В оригинале вот здесь вот, что я вам представляю, там этого нет. Если есть, то очень небольшое. Вот. Но рассчитывайте так, девчонки, чтобы у вас это добавление шло чуть выше локтя. Чтобы вот эта пелеринка все-таки у вас эффект вот этот был. То есть, рукав до... вот сюда, вот он... вот сюда. Как бы, вот, если здесь локоть, то над локтем у вас должен быть закончен этот шов. Чтобы здесь вот все было свободно. Так. Этот момент учли. То есть, это мы определяем. Здесь я, конечно, чуть неудачно нарисовала, потому что, по сути, вот это расширение будет выглядеть вот так вот. Но это для, как бы, уже для опытных, более опытных вязальщиц. Начинающий мы набираем, вяжем ровно до, вот, точки, где у нас начинается горловина. Вот она. Здесь у нас будет где-то до половины, где-то 12 сантиметров. И здесь будет 12 сантиметров. Ну, а здесь, если брать, допустим, 150 ширина, вот это вот, что, в принципе, плюс-минус такое среднее число, то 75 это половина. 75, вот мы до половины. И минус 12, здесь у нас 63 сантиметра. Вот, до этой точки мы вяжем. Далее мы делаем вырез на горловину. Еще один вариант, самый простой, девчонки, что я предлагаю новичкам, не делать эту горловину. Если мы предполагаем летний вариант, то это, как бы, просто как накидка, да, как рукава. Но через голову, если раньше у нас такие болеро были, что впереди открыто, то здесь это, как бы, в принципе, тоже болеро, но только одетая на голову, да. То я бы, конечно, сделала здесь вот такой вот вырез лодочкой. Для этого просто разделила детали пополам и довязала вот эти 24 сантиметра просто лодочкой. При этом, девчонки, здесь в оригинале у нас узор резинка, ну, машина и вязка, да. Мы же, нам же не обязательно делать резинку, если мы подразумеваем летний вариант сделать дырочками, с сеточкой, сделать ажурным узором, любым ажурным узором, и будет очень красивый летний вариант. Вот. Я, возможно, даже себе и свяжу, возможно. Это быстро очень. Девчонки, пишем, 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 и, возможно, мне эта вещь пригодится. В общем, пишем, девчонки. Хотим мы, не хотим. Итак, значит, зимний вариант. Мы потом завязываем горловину. Летний вариант я бы сделала с вырезом лодочкой. Горло нам не нужно на летний вариант. И далее довязываем 63 сантиметра в конце. И сшиваем рукав. Можно еще рукав набрать на круговые спицы, потом разделить это вязание, чтобы вообще не было швов. Можно сшить, чтобы тоже, чтобы не путаться, не заморачиваться. Вот, по сути, в принципе, и все. Сшиваем, понятное дело, сшиваем мы только рукав. Здесь вот, вот здесь шов, а далее идет свободное. И здесь шов. Все, здесь у нас горловина. Если нужно горло, мы довязываем горло. Но, так как у нас весна и грядет лето, то я бы рекомендовала именно всем вот эту вещь. Вот всем она пригодится, поверьте мне. Вот, летом одеть такую даже на пляже накидку и с хлопка, и с хлопка можно связать, девчонки, еще вот, что не сказала. Вот, я думаю, будет вообще шикарно. И, что еще хочу сказать? Еще, если вяжете не из хлопка, а вязать, куда можно использовать вот эту вещь еще? Ее легко можно использовать как шарф. Двойной шарф, все. Либо одеть, если она с горловиной, одеть на горло. То есть, эту вещь можно потом использовать зимой. Одеть на горло, рукавами обернуться как шарфом и завязать узлом здесь внизу эти рукава. И вообще, представляете, какой классный будет шарф и какая классная вещь получится. Вот, девчонки, все, в принципе, все, что я хотела сказать, я вам сказала. Я думаю, вы согласитесь со мной, что эта вещь просто незаменима для всех. Вот. И все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok